русское географическое общество основано в 1845 году мне кажется последний раз слово географии я видел в дневнике в школе кстати у меня была там твердая пятерка вот только что же это за наука такая настолько важная чтобы ради нее создавать целое общество сегодня как раз и узнаем скажем так школьная программа это вершина айсберга да все остальные сведения очень интересно о жизнедеятельности путешественников это то что под водой как бы под водой и вот например иван федорович крузенштерн вы что-нибудь слышали о нем но опять же из школьной программы что это первооткрыватель мореплаватели наши все так сказать а вот у нас сохранились его кое-какие личные вещи и сейчас мы их вам покажем называется секретарь шкатулка которая принадлежала ивану федоровичу крузенштерна самое главное что он взял этот сундучок в свое кругосветное путешествие первое русское кругосветное путешествие в 1803-1806 годы на хоть раз кругосветку совершали нет я я не а вот этот сундучок совершал как минимум один круг вокруг земли если мы откроем шкатулку тут еще есть дополнительные скрытые ящики давайте откроем любопытно же для хранения ценностей циркуль циркуль который сохранился с шкатулкой и был активно использован момент плавания корабля надежды для вас как для путешественника и заведующий картографическим фондом насколько важна карта пожалуй современному человеку очень сложно вообразить каково это было не таком уж далеком прошлом когда путешественник отправился в путь еще не знаю куда он отправляется как выглядит но это что касаемо навигации для путешественника а для государства карта насколько она важна масштабная задача для любого государства иметь обозрение всей своей территории и в целом можно сказать что в российской картографии был принят такой государственный централизованный подход к составлению карт своей страны эта карта 1745 года до санкт-петербург где он для наш любимый город ну собственно вот у нас санкт-петербург рядом небольшая деревня мурина мурина до кронштадт шлиссельбург петербург так обособлено отдельно город крепость стоит амбициозный был петр конечно несмотря на то что свет он увидел уже после смерти петра первого но сам факт его существования стал возможен только благодаря вот активной деятельности и развитию картографии произошла при перу а вот по прожбальскому есть легенда что человек был очень азартный но вместе с тем азартный до путешествия не только до игральных карт и как-то он продал дом продал все 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 поставил на кон и выиграл и отправился в путешествие на это деньги и правда ли это правда серьезно путешествие сурисский край у нашей архиве хранится личный фонд николая михалыча дневники всех его путешествий это реликвия оказывал только нашим гостям но это например это вот о чем как раз данные в ней номер 4 до прошли 32 версты мы на верблюдах видите то есть вот проживальского можно сказать как сейчас это принято блогер путешественник 19 века выдающийся путешествие выдающийся блогер путешественник мире все записывал не зафиксировал интересно сколько у него сейчас на ю тубе было подписчиков миллионы этот глобус поистине уникальный артефакт он был создан в 1820 году еще раз 1820 год ведь это очень важная деталь потому что в 1819 то есть буквально за год до появления вот этого артефакта из петербурга на покорение ранее не исследованных территорий на южный полюс отправилась экспедиция в составе биленсгаузена и лазарева так вот оно балтийское море финский залив то есть здесь где-то кронштадт откуда как раз и отправилась эта экспедиция и так преодолев балтийское море они вышли в северное море и далее через весь атлантический океан вплоть до рио-де-жанейро где сделав остановку пошли дальше а дальше это к тем неизведанным берегам которых на этом глобусе напомню 1820 года и в помине то нет но обогнув южный полюс по кругу они вернулись через всю атлантику в петербург в россии чтобы рассказать всему миру о том что на нашем земном шаре не 5 материков а целых 6 по итогам первой антарктической экспедиции был выпущен атлас здесь карты и рисунки карты предположительно выполнены самим фадеем бирюсгаузеном здесь экземпляры интересны тем что здесь цветные иллюстрации которые выполнены вручную расписаны акварельными красками художник павел михайлов знаете как это у нас называется на телевидении у фотокорреспондентов это репортажная съемка то есть он репортажной живописью занимался получается да издание этого атласа было важно не только с научной точки зрения но и по политическим мотивам потому что это было прямое подтверждение того что мы были первыми это уже другой глобус и здесь антарктида благодаря бесстрашным русским исследователям есть но что же там на северном полюсе где по некоторым данным хранится около четверти запасов углеводородов всего земного шара но и здесь нашим было что сказать все установили флаг российской федерации на дне северного полюса увлекательные путешествия сенсационные открытия многое другое рассказывали прямо с той за этой исторической трибуны она практически ровесница русского географического общества за многие годы с этой трибуны выступали николай николаевич миклуха маклай петр петрович семенов тиньшанский николай михалыч проживальский ну а на лекции николай иванович вавилова в зале не было свободного места здесь собралось 700 слушателей после экскурсии по штаб-квартире русского географического общества лично для себя сделал следующий вывод география это далеко не только предмет по школьной программе для нашей страны площадь которой более 17 миллионов квадратных километров это дело государственной национальной важности и даже если вы думаете что ну и так уже все открыто в россии нет наверняка есть среди непройденных дорог еще одна и она ваша среди нехоженных путей один пусть мой среди невзятых рубежей один за мной юрий щербаков пульс города украина 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 Продолжение следует...